Заморский праздник Хэллоуин, который на самом деле, если не придираться, просто очень веселая традиция и отличный повод нарядиться чем-то или кем-то не за горами Так что сегодня let's talk about something scary А вы знали, что Хэллоуин это кельтский праздник? Много-много лет назад, 31 октября, кельты собирались вместе и разжигали большой костер, вокруг которого все танцевали Этот день предки называли Самайном Чтобы уберечь себя и свою семью от злых духов, кельты не зажигали огни в домах, облачали звериные шкуры и отпугивали нежданных гостей Считалось, что отказаться от празднования нельзя, иначе можно накликать болезнь или даже смерть Символом праздника с незапамятных времен считается тыква, знак окончания лета и своеобразный оберег одлых духов Эти традиции передавались из поколения в поколение, не теряя своей актуальности долгое время У самого слова scary есть куча синонимов Например В конце улицы есть зловещий дом, которого все боятся Обратите внимание, когда мы описываем что-то, мы говорим А когда боимся сами, используем конструкцию с глаголом to be плюс глагол с окончанием ed То есть Еще вместо scary можно использовать Ты слышал что-нибудь о том страшном деле об убийстве? Со словом chilling важно смотреть на контекст, потому что это также может быть, что вы на чиле, и тут вовсе не про страну Но здесь будет другая грамматическая конструкция Я сегодня просто чилю со своими друзьями Другой вариант слов scary Жутковатый, странный, пугающий Тот чел был очень странным, жутковатым, тебе не кажется? Небольшое отступление Если английские вызывают у вас такой же ужас, как и Хэллоуин у древних кельтов Попробуйте Puzzle English На платформе собраны более тысячи часов коротких уроков по грамматике Для каждого пользователя ежедневно формируется личный план занятий с учетом ваших целей и интересов Учите и повторяйте правила на специальном тренажере грамматике Запоминайте новые слова Читайте книги и прокачивайте ваш английский со скидкой 50% по промокоду youtube, нижнее подчеркивание welcome Скачайте приложение Puzzle English и начните заниматься уже сегодня Следующее слово Она слышала жутковатое завывание ветра в деревьях Ее крик был ужасающим То же самое, что ужасающий Я вошел в дом, и то, что я увидел, было просто ужасным Кровь стынет в жилах От криков, раздающихся из подвала, кровь стыла в жилах Ну и давайте еще пройдемся по фразам Испугать кого-то так, что их покинул дневной свет Душа ушла в пятницу, как-то так Не смей так больше делать, ты напугал меня до полусмерти Я думала, ты грабитель Холодок побежал по спине Можешь сходить со мной до магазина, у меня холодок по спине, когда я одна хожу в такой день Кровь стала холодной Посреди ночи Джессика начала кричать так, что у меня кровь похолодела Пугать кого-то так, что они штанов выпрыгнули Не пугай так своего маленького брата, он чуть из штанов не выпрыгнул Еще выпрыгивать можно из кожи Я чуть не выпрыгнула из своей кожи, когда услышала странный звук скуки Напугать кого-то до безумия Я чуть умом не тронулся, когда посмотрел в окно И увидел, что мою тачку угнали У меня закончились страшилки Не забудьте пересмотреть видео и записать в словарик все незнакомые слова и выражения Они могут вам пригодиться Не переключайтесь и смотрите другие видео на нашем канале Тренируйте английский С вами была Кэт, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok